Сделано в Японии. Организации и предприятия Ленинского района нередко выступают в качестве экспериментальных площадок, где испытываются и внедряются современные технологии. Московский региональный социально-экономический институт также является участником нескольких инновационных проектов. Для знакомства с одним из них Видновское учебное заведение посетила делегация из Японии. Гости смогли увидеть, как студенты и преподаватели вуза используют современные калькуляторы, производимые в Японии. Несмотря на активное развитие других мобильных девайсов, эти приборы по-прежнему остаются актуальными, помогая учащимся делать сложнейшие математические расчеты. Вычисление длины дуги плоской кривой. Пусть вам задана некоторая функция Y равняется F от X, определенная на отрезке AB. Эту работу за вас может проделать калькулятор. Давайте попробуем вычислить вот этот интеграл на калькуляторе. Этот своеобразный мастер-класс показал, что студенты легко управляются с японской электроникой, призванные отнюдь не заменить навыки счета, а просто их ускорить. Еще несколько плюсов по сравнению со смартфонами и планшетами. Это возможность брать калькуляторный экзамен, простота и высокая скорость вычислений, а также дешевизна и экономичность. Вот на что, смотрите. Четыре пальчиковые батарейки, которых хватает на полгода. То есть все железо, которое здесь есть, оно ориентировано чисто на вычисление. То есть и техника реально тебя не подведет в тот момент, когда тебе нужно, и не будет просаживать по питанию все твои устройства. Московский региональный социально-экономический институт уже давно является экспериментальной площадкой этого инновационного проекта. После удачного внедрения приборов в ВУЗы планируется работа над распространением калькуляторов в школах, тем более, что их можно использовать в том числе при издаче ЕГЭ. Обучение работе с техникой не составляет труда. То, что касается учителей, мы реально обучаем две академические пары с привязкой к нашим учебным пособиям, и они потом применяют активное обучение. То, что касается детей, вообще вот в методике обучения математики и физики, мы доказали теорему, которая звучит приблизительно так. Если ученик шестого или седьмого класса хотя бы раз в жизни сыграл на компьютере, то всю эту технику он освоит гораздо быстрее учителя. В конце показательного урока все присутствующие могли задать интересующие вопросы японским гостям.